Уже этой осенью в Украине ожидают бум производства украинских дронов всех типов. От артиллерийских дуэлей к атакам дронов война давно перешла в небо. Не только на земле происходят ожесточенные бои. А об этом заявил Алексей Резников. По его словам, почти год шел процесс упрощения процедуры для производства дронов. Прошлой осенью мы это сделали. Пока все это по новым правилам создавалось, это не быстро. Год почти заняло. Но я думаю, этой осенью будет бум по производству разных украинских дронов. Летающих, плавающих, ползающих и так далее. И дальше это будет развиваться уже в объемах. Украинские беспилотники активно используют на фронте. Благодаря дронам мы видим, где позиции врага. Это если говорить о дронах разведывательных. Но уже давно стало понятно, что именно ударные дроны являются богами войны, богами неба, которые фактически наносят непоправимый вред самому противнику. В списке отечественных разработок дрон Р-18. Ударный дрон Панишер. Производство ударных дронов – приоритет для Украины. Использовать ударные дроны сегодня означает уже завтра контролировать небо и не давать возможности врагу подступать к нашим позициям. Чем больше таких дронов есть, тем больше возможностей для вооруженных сил Украины попадать точно в цель. А еще в списке украинских дронов – РАМ-2 ЮАВЭ. Беспилотник КОБРА, который называют аналогом иранского шахеда, который эффективно жалит оккупантов. Дроны – это те же Хаймарсы, но далекой дальности. Ударные дроны – это те самые дальнобойные ракеты, но гораздо дешевле в производстве. За 2023 год в целом произошло более 190 атак беспилотников в России и временно оккупированном России и Крыму. Сбок попало, вот отсюда окно вылетело. 21 этаж где-то. Атаки регулярные дронов на Москву, они в психологическом плане работают. То есть россияне действительно начинают ощущать, что война – это не что-то очень отдаленное, а война – это что-то очень серьезное и очень близкое. Так за атаками дронов на Москву могут стоять новые украинские беспилотники «Бобер» или «Бивер», считают западные военные эксперты. Украина редко берет на себя официальную ответственность за удары беспилотников по территории России. Но украинские чиновники иногда вскользь комментируют это. Действительно, в ответ на все эти многочисленные взрывы на территории России, президент Украины Владимир Дзеленский заявил, что это очередной акт перемещения войны на территорию России. И то, что война перемещается непосредственно на территорию России, это вполне прогнозируемо. Москва ускоренно привыкает к полноценной войне, которая скоро окончательно перейдет на территорию авторов войны, чтобы собрать с них все долги. Все, что будет дальше происходить в России – объективный исторический процесс. Больше неустановленных дронов, больше развала, больше гражданских конфликтов, больше войны. Аналитики издания «Ньюсвик» отмечают, что дроны-бобер в целом похожи на иранские дроны-шахет, которыми Россия терроризирует Украину. Дальность полета бобров – тысяча километров. Западные партнеры Украины поставляют Украине разнообразное оружие с тем устоем, что оно не будет применяться непосредственно против легитимной территории России. И, соответственно, для того, чтобы осуществлять атаки на территории России, Украине нужно разрабатывать свои инструменты. И в целом они уже разработаны, они презентованы и даже опробованы. А еще надводные и воздушные дроны периодически атакуют оккупированный Крым. Так Украина успешно применяет дроны собственного производства для атак на Российский флот и Крымский мост. Черноморский флот, российские войска, они крайне остерегаются и боятся именно надводных дронов, поскольку они довольно-таки быстрые, малозаметные и способны причинять достаточно серьезные разрушения, увечья и повреждения. Также наносятся удары дронами воздушными, воздушного базирования. Украинская военная разведка со своей стороны периодически сообщает о проведении успешных спецопераций в Крыму, как это было на День независимости в этом году. Вот, например, дрон «Морской малыш», которым атаковали Крымский мост. Такие беспилотники разрабатывают и производят сотрудники СБУ, помогают айтишники и гражданские инженеры. С помощью этих беспилотников Украина успешно атаковала не только Крымский мост, но и десантный российский корабль «Оленигорский горняк» и танкер «Сиг». Украинские эксперты, уверенные оккупанты, уже давно боятся Украину, зная наши возможности и ресурсы. Украина постоянно расширяет возможности и ведут работу по тому, чтобы уничтожать или повреждать определенные объекты, в частности объекты инфраструктуры, которые используются для транспортировки вооружения. И пусть так будет и дальше. Украина приготовила много новых сюрпризов. И очень скоро мы все увидим.